МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вокруг этих планов идут очень жаркие споры. Я бы даже сказала, несколько небольших скандалов уже было в медиапространстве. И сегодня мы хотим спросить вас, а вы как считаете, хватает ли Красноярску храмов? Или действительно у нас есть какая-то нехватка, и нам нужно построить новые? Телефон студии тот же, 202-22-22. Пожалуйста, звоните. Ну а я пока представлю гостей, уважаемых, которые разбираются в этом вопросе, а, кроме того, имеют свое мнение по данному вопросу. Я надеюсь, что сейчас с нами им поделятся. Итак, Юрий Москвич, политолог. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, взаимно. Андрей Скворцов, руководитель пресс-службы Красноярской епархии. Добрый вечер вам. Здравствуйте. И Юрий Тяжельников, член правления общества православных врачей имени архиепископа Луки. Вот так. Здравствуйте. Добрый вечер вам. Уважаемые гости и зрители, давайте сначала посмотрим небольшую нами специально подготовленную справку о том, что происходит вообще. На этой неделе горожане решат судьбу нескольких храмов в Красноярске. 10 апреля пройдут публичные слушания по расширению участка под строительство собора на Стрелке. Начало в 17.30 на Горького, 27. 11 апреля в Управлении градостроительства обсудят будущий храм в микрорайоне Слобода Весны Советского района. А 12 апреля красноярцев приглашают к обсуждению строительства церкви в сквере на улице Баумана в Октябрьском районе. Начало в 16.00 на Горького, 27. Напоминаю, телефон редакции 202-22-22, но скажите, пожалуйста, Юрий, вот вы единственный, кто здесь, наверное, ну, я пытаюсь нейтралитет сохранять. Кто против из гостей сегодня студии? Ваш главный аргумент. Ну, я не знаю, мы пока еще не обозначали тему, которую, можно сказать, я против вяза. Я хотел уточнить вашу постановку вопроса. Так. Ведь жители будут решать не судьбу храмов. Если община православная решила, если у нее есть на это ресурсы, и они действуют в рамках закона, то Конституция сделает то, что сделает. Храмы эти появятся. Я думаю, что население города в ближайшие недели и депутаты Горсовета после этих обсуждений будут решать место строительства храма. Поскольку все разногласия, как мне известно, по поводу двух мест. Это место, где планируется построить или восстановить храм, мини-копия храма Христа Спасителя в Москве, архитектора Тона, на Стрелке. И очень многие люди считают, что это неверное решение. Архитектор имеет свои доводы, что не надо строить определенные общественные группы. Но, тем не менее, 7 лет назад там поставили крест как некое обозначение, что здесь будет именно восстановлен уникальный храм, который был взорван в 30-х годах. И на месте этого храма сейчас находится администрация края. Казалось бы, кто может быть против? Вот уникальный храм? Дело в том, что вопрос-то заключается в том, что надо выслушать их аргументы. Они имеют право высказать свои. А вторая тема связана с расположенным рядом с вашей телестудией сквер, который создали в начале 60-х годов. Комсомольцы я видел, я приехал в это время в Красноярск, и мои родственники, моя двоюродная сестра и ее муж были на так называемых субботниках комсомольских и садили эти деревья. И здесь есть две проблемы, два столкновения интереса. Во-первых, столкновение с исторической памятью. Во-первых, храм, по верению, простите меня, сквер посадили конкретные люди, которые еще живы. Это первое. Естественно, их мнение надо знать. Они согласны, не согласны. Второе. Есть мнение жителей окружающих районов. Это же была окраина города Красноярска тогда. Он развивался не очень хорошо. И в советское время, и в постсоветское. И зелени в Красноярске не хватает. Я могу сказать, это примерно в два раза меньше, чем требуют международные нормы. И, естественно, этих жителей тоже надо спросить. Они согласны отдавать часть этих земель по строительству, неважно чего. Мы не будем говорить сейчас о храме. Другую стройку. И вот это будет главная задача. И для меня принципиально важно. Я готовился к этой сегодняшней передаче. Звонил некоторым своим знакомым депутатам городского совета. Вот. Они пока еще не осведомлены и не готовы принимать решения, как мне сказали. А администрация города, городской совет, архитекторы города не предложили общинам, православным общинам города Красноярска другие места. Город большой. Мест много. Почему именно эти места? Кто это решил? Эта земля принадлежит населению края, населению города. И они должны быть услышанными. У меня сразу несколько вопросов. Вот, Андрей, скажите, пожалуйста, а правда, правильно, мы тут говорим, что уже решенный вопрос насчет строительства, не решенный только насчет места? Не совсем правильно. У нас получается такая ситуация. У нас, мы сейчас озвучиваем три места по трем храмам. Вот. В микрорайоне Преображенском инициатива принадлежит тому, той организации, Монолит Холдинг, который строит микрорайон Преображенский, но по нашему законодательству, вот, жители должны дать ответ. Да или нет. Это совершенно точно. И здесь, это у нас, мы находимся, мы живем в демократичной стране, и, естественно, инициатива от кого-то исходящая, она все равно должна получить одобрение большой группы жителей. Да, совершенно верно. Подождите, теоретически, если там 90% скажет, нет, вы что, совсем, что ли? Будет искать другое место? Значит, община будет искать другое место, совершенно верно. По скверу на Баумана, да, еще по поводу микрорайона Преображенского, когда район задумывался, как мы понимаем, там был пустырь, то они изначально еще планировали, что у них должен быть микрорайон комфортный для их жителей, и там должна быть полностью максимально быть в наличии вся инфраструктура, в том числе и храм. Слушайте, там, наверное, меньше всего вопросов по этому микрорайону. Да, то есть я просто как бы пример пытаюсь... Это надо послушать людей. Наши люди бывают очень сложные в поведении. По крайней мере, это кажется. Да, но люди здесь, которые жители, которые в этом районе, они уже дадут ответ полновесный. Это сход будет, жители. Публичные слушания. В советском районе, я прошу прощения, сложилась вообще беспрецедентная ситуация, и на северной зеленую рощу, там на 200, 250 тысяч населения, нет ни одного храма, и очень много людей действительно не могут пойти, не могут принять участие в богослужениях. Здесь, конечно, нужно принимать какие-то принципиальные решения, и мы давно поднимаем этот вопрос. И действительно, совершенно правильно Андрей говорит о том, что земли вопрос, вот вопрос земли в городе остро стоит, и очень большие участки оказываются в собственности каких-то бизнесменов, каких-то олигархических структур, и мы не можем их использовать ни под строительство храмов, ни под строительство каких-то социальных объектов. И даже вот в развитии городской электрички мы сталкивались, не могут под хаб, под этот пересадочный центр, действительно землю выделить, так как она находится в собственности каких-то, опять же, структур, связанных с бизнесом. То есть под храм тоже трудно? Подождите, давайте о бизнесе будем говорить отдельно. Земля является собственностью города. Распорядителями распоряжения землей является один орган власти. Администрация города предлагает, депутаты голосуют, спрашивая жителей. У каждого жителя вокруг этого схвера есть свой депутат, которого они избирали в городской совет. Давайте следовать процедуре. Это очень важно. Второе. Помните уроки, простите меня, совсем недалекие, столетние. Почему такое было пренебрежительное отношение у заметной части населения России тогда? Потому что часть руководства той церкви, мы не будем конкретно напоминать, вела иногда себя не очень доброжелательно к населению. Значит, церковь должна отработать новые технологии, коммуникации с населением. Вы говорите, что население вот 250 тысяч, а сколько там входит в общину? Сколько в церковь вину? Теперь вы имеете такую позицию, что бизнес это плохо. Но ведь эти храмы же будут строиться бизнесом. Мы не говорим, что бизнес это плохо. Это же не люди будут строить. Я правильно это понимаю? Или люди будут давать деньги, каждый по копейке, каждый по рублю. А будет строить бизнес. И в этой ситуации тут есть некая другая логика. Знаете, я вас перебью. Дело в том, что уже давно ждет на связи человек. Вот давайте нашего зрителя сейчас послушаем, который, наверное, все-таки дождался, я надеюсь. Здравствуйте, кто на связи? Здравствуйте, Наталья. Добрый вечер, гости. Меня зовут Мария. Я вот хотела сказать, и как человек верующий, православный, я не вижу ничего плохого в том, если у нас будут строиться храмы. Ну, единственное, может, да. Вот тут один из гостей маленько предвосхитил то, что я хотела сказать. Может быть, конечно, не надо вырубать скверы, да, потому что у нас и так в городе мало их. Но ведь, опять же, у нас же вырубаются скверы не только ради храмов. Строят супермаркеты, эти многоэтажки. Вот, скверы, в принципе, вообще, как говорится, ну, не нужно трогать, потому что у нас так мало зелени. Вот, и а так вот если будут появляться храмы, у нас ведь столько строится торговых центров разных, развлекательных центров. Один на одном, вот даже у нас, он на правом берегу. И почему-то никто не возникает по этому поводу, да, никто не возмущается. А вот по поводу храмов прямо такие дебаты. Вот что, например, плохого в том, если появится собор, этот главный, кафедральный, на стрелке ГИБКЗ. Почему-то сейчас там идет вопрос, чтобы строить, опять же, торговый комплекс. Никто по этому поводу не возмущается. Но по поводу храма прямо вот столько негатива, и вот это, если честно, как-то неприятно. А отрицательную позицию по главному храму, бывшему храму Тона, имеют архитекторы Красноярска. Ну да, которые в свое время проголосовали за застройку стрелки от КИЦа и до, вплоть до... Ну это же нарушение, нарушение, нарушение. Я бы хотел всем зрителям сказать. Если мы сейчас посмотрим кадастровую карту, то вся территория застроена. Конкретно вот участок земли, где планируется строительство КИЦа, это бизнес передам церкви. Это опять вопрос земли, и у нас действительно, да, опять вопрос земли. Нужно и не можно строить храмы. Мы в другой реальности. Слушайте, а как стало так вот... Речь идет только о правильном выборе места и о коммуникации с населением, чтобы оно согласилось. Юрий Николаевич, пример коммуникации с населением приведу на Баумана. Да, там сквер. Все правильно, то, что вы говорите, совершенно верно. Сейчас инициативная группа смотрела несколько вариантов. На Свободном, на Баумана, ИИМ, администрация предложила вот этот вариант. Как пока вот компромиссный. Но эта инициативная группа, она должна спросить мнение всех жителей, которые живут в этом районе. А руководство города должно спросить у депутатов. Вы не умоняете роль депутатов. Это не они главные по распределению земли. Утверждает распределение земли депутатский корпус. Совершенно верно, да. Но для того, чтобы это вышло в депутацию, вышло в горсовет, нужно, чтобы прошли публичные слушания, чтобы жители... И даже в исход жителей. Там, знаете, там еще один житель на связи висит. Давайте еще человека послушаем. Давайте послушаем. Что говорят люди? Здравствуйте. Кто на связи? Здравствуйте, Наталья. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Меня зовут Нина. Я абсолютно согласна с предыдущей девушкой, которая звонила до меня. Она, в принципе, практически все мои мысли высказала. Да, я согласна, что нужно строить храмы. И при этом я бы сказала еще одну вещь. Когда строили микрорайон Коломенский, вырубили полностью весь парк, который вел от Красраба и до улицы Крайняя. Никто об этом не спрашивал. Сначала отрубили оттуда кусочек, построили АЗС. Потом рядом с этим АЗС построили полностью микрорайон, поставили высотки. Никто слово против не сказал. Но с тобой нам показали другой парк Ленинского района. Хотя он очень большой. Спасибо большое за внимание. Но я знаю точно, что власть народа висит и против решения администрации города срубать эти деревья. Слушайте, а когда начались вот эти разговоры, что нам не хватает храмов, как будто бы неожиданно возникла какая-то норма, что на город должно быть сколько-то храмов? Сколько-то храмов? А почему-то говорят, что есть храмы? Нет, но у нас понятно, что 80% людей в России русские... Это ваше мнение. На самом деле это не индустрия. И именно храм, именно крест, именно храм в каком-то доступности, он является тем местом притяжения, который должен позвать, должен привлечь людей. Тем более многие не в состоянии добраться до храма. И для меня вообще очень большое воодушевление вызывает храм нащерса, который действительно новую жизнь вдохнул в район. И действительно люди приходят, люди простые, появился парк. И действительно мы видим, что люди эти в другой бы район просто не пошли и не поехали и никогда бы не соприкоснулись. А действительно соприкосновление с церковью, с религией, с нравственностью, оно дает вообще стимул во всех абсолютно сферах человеческой жизни. Еще один звонок, давайте примем. Вот продолжение разговора. Здравствуйте, кто на связи? Да. Да, мы уже вас слышим, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Да, добрый вечер, говорите. Меня зовут Анастасия, я живу в Зеленой Роще. И нас, честно говоря, тут такое чувство, как будто мы очень грешный такой район. И нас просто обложили церквями. У нас вот на Ульяне, вот недалеко находится Гвардейский парк. И вот буквально вот в районе, сквер такой хороший был, где люди занимались спортом, бегали. Прогулочное место было, опять строят храм. То есть можно было это место как-то облагородить и сделать для людей. А сейчас на момент опять, вот я говорю, буквально 300 метров и опять храм. Ты пройдешь около, в пятом микроволе, там тоже храм стоит. Вот такое чувство, как будто, говорю, собрались, просто вот грешная зеленая роща у нас. Спасибо большое, Андрей, мне кажется, вам отвечает. Мне надо ответить. По Зеленой Роще забавная ситуация сложилась. Вот сколько я работал в епархии, еще до меня лет так за 10 люди постоянно обращались с просьбой построить храм в Гвардейском парке. Но Гвардейский парк тогда не получилось, выделили землю, предложили проспект Ульяновский. И пока вот сюда делал вот этот процесс, прошло много времени. За это время появился храм, построенный Красноярской таможней, возле таможни, вот этот маленький Андрейский храм. И сотрудники правоохранительных органов и Федеральной службы безопасности, в частности, в память о своих погибших коллегах, вышли с инициативой в город. И у них вот, у нас не получилось, у них вот получилось убедить, построить небольшой храм-часовня в Гвардейском парке. Но это, кстати, не приходской парке. Что говоря по проспекту Ульяновский, поэтому когда здесь вот уже прошли и публичные слушания, и все вот процедуры законодательные необходимые были проведены, и Горсовет одобрил. Там сейчас ведется строительство Казанского храма, который будет единственный в городе специализированный для людей с ограниченными возможностями. То есть специально он строится вровень с землей, чтобы у тех, кто вот там и воскресная школа тоже планируется именно вот, которая вот специализированная со временем. Вот. Ну и там та же ситуация, вот как будет и с кафедральным, чтобы максимально сохранить зеленую зону, то есть они специально встраивают. Мне кажется, что люди вообще-то в принципе не против храмов, как вот мне кажется, вот по звонкам. Не спешите, не спешите. Они против... Не спешите. Да? Каждый из сторон имеет свою логику. Вот логика была сказана. 80% жителей России являются русскими, и чуваши, и так далее, тоже, так сказать, православные. По другим вопросам 30%. Вот. Реально, с церковью, имея дело, оказывая финансовую поддержку, выцеркленную, 3,5%. Слушай, минуту до импира я вынуждена скрывать уже. И второе, поэтому есть люди, которые являются обычными атеистами. Да, и по-моему, и другое. Это вот инспирировано, там совершенно правильно девушка сказала, что это все инспирировано извне, и еще придет время, и мы ответим, кто это и выясним, кто это делает, и кто разжигает это. Действительно, такого скандала при строительстве всяких торговых центров и прочих объектов, вот действительно ненужных, никогда не возникает. А при именно храмах, именно православных храмах... Я могу вам сказать, что инспирир должен быть 20 минутных, и даже еще плюс 20 минутных, потому что у гостей, по-моему, накипело. Вы единственный, кто меня слышит сейчас, наверное, из трех. Я хочу сказать, да, государство у нас с другой стороны светское, все понятно. Спасибо вам за ваше мнение, и я лично хочу обратиться к людям, которые нас сейчас видят, которые болеют за эту тему. Ну, приходите тогда на общественное слушание. Что тут можно добавить? Высказывайте свое мнение. Всем еще раз большое спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания.